Дорогие! В которой совершается богослужение в пасхальный период, но из периода праздника Пасхи мы вышли, и на этой неделе, в четверг, мы праздновали с вами Вознесение Господне. И вот эти 10 дней, в течение которых апостолы ожидали пришествия Святаго Духа. День Пятидесятницы, то есть вот следующее воскресенье, мы будем праздновать этот праздник, как мы обычно его называем, праздник Троицы. А вот эти дни, после Вознесения и до Пятидесятницы, апостолы пребывали в городе Иерусалиме в радости, как говорилось, но вместе с тем, страх радио-юдейска. Они находились в какой-то горнице. И вот этот период как бы осмысления, то, что произошло перед этим, то есть воскресенье и Вознесение Сына Божьего на небо перед основанием Церкви Христовой, потому что день Пятидесятницы, день Сошествия Святаго Духа является днем основания Церкви Христовой здесь, на земле. И вот в это воскресенье мы с вами вспоминаем память отцов Первого Вселенского Собора. Этот собор состоялся в 325 году и был собран по выявлению святаго-императора Константина в связи с тем, что после завершения гонений на Церковь Христову, внутри нее возникли расприя, богословские расприя. Возникли, появились некоторые учители, которые стали говорить о том, что Иисус Христос, Сын Божий, не является равным Отцу, а Он был сотворен, Он является тварью, подобно нам с вами. И это течение получило название по имени основателя этого учения «Ария», «Арианство». И на Востоке многие епископы, многие христиане стали склоняться к этому лжеучению. Возникла активная переписка между разными епископами. И император Константин сказал, вот я приложил усилия для того, чтобы прекратить гонения, но мне больно видеть, как церковь раздирает междоусобная брань. И он поверил, чтобы в Никее, это город в Малайзии, там, где находилась царская резиденция, был большой царский дворец, был собран Вселенский собор, чтобы приехали епископы, святители со всех сторон, из всех стран. И обсудили этот вопрос. Около трехсот отцов приехало на этот собор, хотя, конечно, в то время епископов было значительно больше, их было почти две тысячи. Во всяком случае, почти две тысячи кафедр было к тому времени епископских, и как в Римской империи, так и в сопредельных странах. Понятно, что все приехать не смогли. В основном были святители-представители восточной церкви, но были и западной, и из сопредельных стран. И вот, отцы, обсуждая, выразили слово, которое для определения Сына Божьего, которое не было в Священном Писании. И император Константин предложил внести это слово в символ веры, а это слово единосущный. То есть, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, по своей сути, по своей сущности, равен Богу Отцу. И это было зафиксировано в том символе веры, который принял Первый Вселенский Собор. На последующих Вселенских Соборах этот символ был расширен. Но эта часть, которая тогда была принята, она вошла в символ веры, который мы до сих пор с вами читаем. Тот символ веры, в котором мы выражаем основы нашей веры, основы нашей догматики. Мы исповедуем, что Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, единосущен Богу Отцу. И вот мы с вами сегодня читали замечательные Евангелия, Евангелие от Иоанна. Это отрывок из беседы Господа нашего Иисуса Христа во время Тайной Вечери. И вообще вот эти дни, последние дни, вот прошедшие недели и на предстоящей седемице, мы как раз будем читать отрывки из Евангелия, которые будут повествоваться об этой беседе, замечательной беседе Господа нашего Иисуса Христа перед своими страданиями, со своими учениками. Я очень призываю всех нас на этой неделе постараться вместе со всей полнотой церкви почитать те отрывки, те зачала Евангелия, которые нам церковь в эти дни предлагает прочесть и особо принять к нашему сердцу. И вот во время этой беседы Господь наш Иисус Христос возвел Отче Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя! Как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную! Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою и Иисуса Христа!» И вот я всем нам желаю, чтобы мы услышали эти слова Спасителя и осознали, что если мы призваны с вами к жизни, то мы призваны с вами к жизни вечной. А жизнь вечная возможно только знание, через знание, через общение с единым истинным Богом Отцом и посланным им Иисусом Христом. Аминь. Аминь.